МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пообщаться было достаточно много, как правило, большинство из них пришлись на сентябрь, когда в течение одной недели в Рязани открылось, по сути, сразу несколько промышленных предприятий, самые крупные из которых это завод высокопрочного кирпича Бервел в Рыбновском районе. Действительно, знаковое событие, особенно учитывая то, что на дворе все-таки не самые лучшие условия для экономики. Как удалось, что называется, региону так прирасти на промышленном рынке? Да, действительно, это знаменательное событие. В сентябре открылось у нас три новых предприятия. Одно из них, как вы сказали уже, завод Бервел. Это уникальное предприятие. Это предприятие, которое фактически идет в рамках импортозамещения. Высокопрочный крепеж в основном поставлялся в Россию у нас из-за рубежа. В настоящий момент мы получаем в нашей Рязанской области такое крепкое, современное предприятие, где достаточно будет требоваться и будут работать высококвалифицированные рабочие кадры с нормальной, достойной заработной платой. Поэтому, конечно же, это знаменательное и хорошее событие. Михаил Владимирович, я вообще просчитал, что кадровая служба Бервела, перед тем, как предприятие запустится, рассмотрела более 5000 резюме. То есть, свыше 5000 рязанцев и рыбновцев выразили свое желание работать на этом предприятии. Действительно, на данный момент предполагается, что на первом этапе на предприятии будет работать порядка 300 человек, а желающих в разы больше. И действительно, многие направляют свое резюме, многие обращаются в кадровую службу предприятия, общаются. То есть, есть конкуренция на сегодняшний момент, хорошая, нормальная конкуренция из желающих работать на Бервеле. Ну, действительно, кроме Бервела у нас еще три, еще два предприятия в этом сентябре в Рязанской области открылись. Во-первых, запущены новые производственные мощности на заводе «Точинвест». Тоже знаковое событие, тоже вот сам присутствовал, что называется, на открытии. Современнейшая линия, которая способна к высокопроизводительной работе. Да, это действительно так. Так, опять же, в сентябре состоялось открытие нового цеха в рамках «Точинвест Цинк». Это крупный инвестиционный проект для Рязанской области. Будет создано свыше 100 высококвалифицированных рабочих мест именно вот на этих новых производственных мощностях. Продукция является достаточно уникальной, в какой-то степени инновационной. Может быть, вы многие обращали внимание и на ограждения, которые у нас вдоль федеральных трасс в настоящий момент ставятся. Поэтому действительно у нас тоже очень большие надежды на то, что это предприятие будет очень динамично развиваться. Все предпосылки на сегодняшний момент для этого есть. И завод «Лоджик Круф» тоже еще одно предприятие, которое открыло свое производство на Рязанской земле. Это уже, приятно сказать, очередное предприятие компании «Технониколь». И вот новое предприятие «Лоджик Круф». Опять же, свыше 50 высококвалифицированных рабочих мест на предприятии будут созданы. Достаточно значительные инвестиции, около 2 миллиардов рублей прошли под это предприятие. Современные виды продукции. И я думаю, что это очередное крепкое направление компании на территории Рязанской области. Михаил Ильич, вот за счет чего удалось, что называется, привлечь инвесторов и запустить промышленные предприятия? Еще раз подчеркну, может быть, не самое лучшее с точки зрения экономики время. Вы посмотрите, на самом деле это три знаменательных события, которые в воле судьбы приблизительно в одно время произошли. Но это плановая динамичная работа, которая происходила, я бы сказал, даже несколько лет. И истории здесь несколько различны между собой. То есть, если завод Бервилл строился буквально в чистом поле, то предприятия, как компании «Техно», так и группы компаний «Инвест», они открываются уже очередное предприятие, очередной инвестиционный проект на территории Рязанской области. То есть, это как и работа с новым инвестором, так называемым, с нуля, объяснением позиций правительства, поддержка всевозможная, очень тесная работа с этим инвестором, так и возможность работать с теми предприятиями, которые уже работают на территории Рязанской области. То есть, значит, им на сегодняшний момент комфортно на территории Рязанской области. Основная задача, которую перед Минпромом Рязанской области губернатор ставит, мы все-таки больше должны работать с предприятиями, которые уже существуют на территории Рязанской области, обращать на их точечные проблемы, обращать внимание и помогать им максимально по первому их зову. Но в то же время, конечно же, обсуждать их новые инвестиционные проекты. И вот на сегодняшний момент мы можем говорить, что здесь есть какой-то успех, то есть здесь комфортно работать. Еще одно важное событие, оно произошло уже буквально в эти дни, в октябре, насколько я слышал, завод «Форд», который, кстати, тоже совсем недавно открылся, по сути, в чистом поле, в Рязанской области, в Рязанском районе, признан стратегически важным предприятием. – Да, действительно, завод «Форд» вошел буквально на прошлой неделе, мы получили документы от Минпромторга России о том, что завод входит в перечень предприятий, которые оказывают существенное влияние на экономику. – Это важное событие. Но хотелось бы отметить, что у нас не одно такое предприятие, это уже у нас четвертое предприятие. Помимо «Форта» у нас в перечень этот входит «САСТА», это «САСТА» предприятие, которое активно очень работает на рынке станкостроения. – Это Рязанский приборный завод, как самостоятельная единица, приборный завод входит в Государственную корпорацию «Ростехнологии», но именно как приборный завод, как сам завод входит, и «Русская кожа». То есть вот это уже четвертое предприятие. Мы не останавливаем эту работу, мы работаем очень тесно с Минпромторгом России, ведь вхождение в тот или иной перечень, оно позволяет и дает дополнительное внимание федералов к нашим предприятиям входящим. Это и финансовая поддержка, это различные субсидирования, и любая другая помощь, мониторинг с целью помощи. Поэтому это действительно важно, это дает определенный импульс для совместной работы с властью. Поэтому на сегодняшний момент мы продолжаем и работаем над включением в этот перечень тяж-пресс-маш завода, будем также прорабатывать и в дальнейшем. А что касаемо непосредственно Форта, да, вот теперь он включен в этот перечень, предприятие на сегодняшний момент удачно справилось с первым крупным заказом на вакцины противогриппозные. Основной заказ вот сейчас в стадии завершения, и поэтому можно сказать, что идет набор, постоянный набор кадров, можно сказать, что этот инвестиционный проект на территории Рязанской области уже состоялся. Ну что же, я благодарю вас, Михаил Владимирович, спасибо за ответы на наши вопросы. Министр промышленности, инновационных и информационных технологий Рязанской области Михаил Пронин о новостях Рязанской промышленности. Это была программа подробностей, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова